МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Наш День в студии Анна Гладырье. В этом выпуске вы увидите... Вой сирены, лай собак, шесть пожарных расчётов окружили кадетскую школу в Южно-Сахалинске по условной тревоге. Сейчас они на втором этаже проводят спасение из эвакуации. Задержали, допросили и отпустили под подписку о невыезде. В Южно-Сахалинске найден мужчина, который жестоко избил бармена. Сотрудник заведения до сих пор в больнице. Наши чуть помладше, маленькие совсем, но боролись как могли. Интересно было посмотреть. Проиграли в сухую, но ждут реванша. На Сахалине стартовал детский турнир по хоккею. У нас действительно две родины, но они обе первые. И второе нет. В Южно-Сахалинске начались дни армянской культуры. Представители диаспоры научат всех желающих традиционному танцу качери. Шесть пожарных автомобилей в среду утром съехались к кадетской школе в Южно-Сахалинске. В одном из классов произошло возгорание. Некоторых педагогов эвакуировали по спасательным лестницам. Однако им грозила нереальная опасность, а условная. На учениях побывала и наша съемочная группа. Громкий сигнал больше встревожил сторожевых собак в окрестных домах. Дети и педагоги не паникуют. Впрочем, это главное в условиях реальной опасности. На учениях пожарные автомобили не стоят, как говорится. За углом выезжают из части и в считанные минуты прибывают к школе. По легенде, не все могут покинуть здание самостоятельно. Производят эвакуацию людей в первоочередном порядке из тех мест и помещений, где опасные факторы пожара более всего влияют на людей. В газодымозащитных костюмах спасатели проникают в школу. В холле на первом этаже обнаруживают ребенка. На него надевают кислородную маску. Сложнее обстановка выше. Коридоры и классы окутало облако дыма. Заблокированные в здании школы люди нашлись. Улыбаются. Один из педагогов покорно надевает маску и покидает задымленное помещение под руку с пожарным. Но это не значит, что остальных спасать не будут. Их ждет другой, более остросюжетный эпизод. Фиксируем работу, звеним к бизнесу. Я конкретно своего взгляда. Сейчас вот они на втором этаже проводят спасение эвакуации. Поставили лестницу, зашли пожарные, одели нам кислородные маски и вывели через лестницу со второй этажа вниз. Всего из здания эвакуированы 23 человека. Спасатели сверяют списки, чтобы убедиться, что в школе никого не осталось. Вычисляют, как много потребуется воды для тушения пожара. Площадь пожара какая? 160 метров. 160 метров. Требуемый расход. 10 метров, 15 метров. 16 литров в секунду, но заливать школу для пущего эффекта, конечно, никто не стал. В условиях реальной опасности важно, чтобы все действия пожарных были скоординированными, четкими и быстрыми. Ведь от этого зависит исход спасательной операции. Эти учения, судя по улыбкам, для команды завершились успешно. Выращивание гребешка и пеший туризм. Визит второй бизнес-миссии на Курильские острова завершился. Японские бизнесмены и представители власти посетили три острова – Кунашир и Турупу-Шикотан. И вместе с российскими компаниями определили для себя ряд приоритетных направлений в развитии Курил. На Шикотане хорошая погода. Гости из страны восходящего солнца успели до снега насладиться осенними пейзажами острова и запечатлеть их на фото. Не обошли вниманием и наследие, оставшиеся от их соотечественников. На этом острове и завершился визит второй бизнес-миссии. В составе делегации 60 бизнесменов и чиновников из Японии. Они посетили также Кунашир и Туруп. Об основных направлениях совместной деятельности на Курилах впервые говорили летом. В этот же раз стороны обсудили уже конкретные детали проектов. Один из самых интересных обеим сторонам – разведение гребешков, трепангов и других морских обитателей. Российские рыбопромышленники, работающие на островах, готовы к созданию совместного предприятия. Японская сторона также проявила большой интерес к организации пеших туристических маршрутов по островам – созданию кемпингов. Многие японцы очень хотят побывать на Курильских островах в качестве туристов. И мы надеемся, что уже летом следующего года будет организован первый тур. Сотрудничество наметилось и в сфере сельского хозяйства. Курильские предприниматели заинтересованы выращиванию культур закрытого грунта, а японская сторона готова предоставить современные технологии строительства теплиц. Также обсуждался вопрос о возможных способах утилизации твердых бытовых отходов на островах и использовании ветродизельных электростанций. На этот раз в состав японской делегации вошли многие представители бизнеса, которые будут действительно заниматься намеченными проектами. Мы смогли провести очень конструктивный обмен мнениями, услышали позитивные отзывы от островитян и сейчас готовы продвинуться к реализации технико-экономического обоснования наших проектов. Обе стороны нынешними результатами переговоров довольны. Становится понятно, японские и российские компании действительно готовы к реализации совместных проектов. В целом договорились о том, что сейчас по каждому направлению руководители рабочих групп, бизнесмены начнут вырабатывать единые позиции, единые подходы, готовят технико-экономическое обоснование целесообразности этих проектов. В январе-феврале мы проведем еще очередную встречу, где уже будут контуры будущих проектов более четко обрисованы. Необходимо здесь и нормативно-правовую базу подготовить. Следующий год будет посвящен проектированию, а в 2019-м часть совместных начинаний будет реализована, подчеркнул глава региона. В Новоалександровске торжественно открыли новую детскую площадку. Она расположилась в сквере «Молодежном». За ее строительство проголосовало большинство жителей планировочного района. Анкетирование проходило в рамках программы инициативного бюджетирования. Она предполагает выделение до 3 миллионов рублей на реализацию идей сахалинцев. Здесь было в феврале собрание, встречались с жителями этого микрорайона, планировочного района Новоалександровка. И, по сути, люди выбрали продолжение обустройства этого сквера. Сквер называется «Молодежный», такое хорошее название. И фактически мы видим, что для детей сделана площадка с современным покрытием, сделаны малоархитектурные формы. Порядка 2 миллионов 200 тысяч эта площадка обошлась. Это, значит, 99% областного бюджета и 1% местного бюджета. Также участие вне финансовой помощи со стороны инициативных групп граждан. Менее помпезно, но не менее важный объект открыли в Дальнем. Там по просьбам жителей возвели хоккейный корт. Детям нужно где-то заниматься. Город ездит далеко, соответственно, и затратно. Поэтому очень рады вообще, что здесь построили такое сооружение. Будем надеяться, что он будет служить долго и будем на нем все кататься. В этом году в программе участвовали углегорские районы Южно-Сахалинска. Уже в следующем присоединятся все районы области. И финансирование увеличится до 150 миллионов. До 1 ноября муниципалитеты должны представить проекты, которые будут участвовать в областном конкурсе. На Сахалине начались дни армянской культуры. В нашем регионе проживает около 3000 представителей этой гордой национальности. Среди них немало известных людей. Армянская диаспора предлагает сахалинцам поближе познакомиться с их колоритными традициями. Организаторы подготовили богатую программу. Это концерты, мастер-классы по изготовлению домашних кукол и украшению новогодней ели. Дегустация национальных блюд. На четверг запланирована церемония открытия памятной доски известному советскому политическому деятелю Анастасу Микояну, дважды побывавшему на Сахалине. Завершит праздничную программу массовая акция. Все желающие смогут научиться танцу качери, который, кстати, исполняли армянские солдаты у стен взятого советскими войсками Рейхстага. Станцевать его предлагают всем желающим на площади Победы в День народного единства 4 ноября. Меня всегда возмущает, когда наши армяне говорят, вот у нас две родины, первая родина Армении, вторая Россия, или наоборот, меня это всегда бесит. У нас действительно две родины, но они обе первые, и второй нет. Samsung Galaxy S8 разыграют на ночи пожирателей рекламы. Приз для гостей самой светской вечеринки года предоставил партнер мероприятия – сеть фирменных магазинов Samsung в Южно-Сахалинске. Кроме того, зрители ждет розыгрыш сертификата на 50 тысяч рублей на покупку шубы от мехового дома «Знатные меха». Помимо этого, на мероприятии сахалинцев ждут изысканные угощения, живая музыка и другие развлечения. Ночь пожирателей рекламы пройдет 3 ноября в Чехов-центре. Билеты можно приобрести в кассах театра и на сайте stv.ru. Торопитесь, в продаже на сайте осталось меньше 100 билетов. Автомобили экс-губернатора островного региона могут купить все желающие. Управление Росимущества в Москве выставило «Мерседес» и «Лексус» Александра Хорошавина на торги. Доходы от продажи автомобилей, которые уйдут с молотка, пополнят государственную казну. Принять участие в аукционе может каждый, необходимо лишь подать заявку. А наш эфир продолжит «Точка отчета». У бармена черепно-мозговая травма и множественные переломы. А преступник под подпиской о невыезде. В Южно-Сахалинске задержали мужчину, который жестоко избил 27-летнего работника бара. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель областного центра. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Среди гостей заведения произошла потасовка, в результате которой пострадал бармен. Мужчина до сих пор в больнице. Дмитрий находится сейчас в тяжелом состоянии в областной больнице. Ждем мы в среды. У нас будет МРТ. Он вышел на связь. Да, его нашли через знакомых друзей. Он встретился с братом в двоюродном Дмитрии. Но к диалогу они не пришли, потому что он начал сразу оправдываться. Что ли, я не знаю. Неожиданно выбежал из-за припаркованных машин. Пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля. Во дворе по Поповичу 98. Случай произошел во вторник вечером. 36-летняя женщина въезжала на придомовую территорию и не успела затормозить. По факту происшествия проводится проверка. Пятилетний ребенок передвигался по дворовой территории в сопровождении старшего брата. Он был одет в одежду ярких тонов с использованием световозвращающих элементов. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения, после чего был доставлен в медицинское учреждение областного центра. Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске. Тело с множественными ранениями нашли в переулке Мостовом. Предположительно, мужчина погиб из-за большой кровопотери. На месте работала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Но подробности пока неизвестны. А под силу не каждому здоровому человеку. Фразу «я не танцую» от стеснения или неумения наверняка говорили многие. Но герои нашего следующего сюжета оказались очень смелыми людьми. Уже год они занимаются хореографией в уникальном инклюзивном классе центра мечта. Шаг вперед, в сторону и назад. Вроде все просто. Но если знать, что у каждого из этих десяти танцоров серьезный диагноз и всего год регулярных занятий, захочется поаплодировать еще до первого выхода этого удивительного коллектива на сцену. Инклюзивный танцевальный класс в хореографическом центре мечта появился 1 октября 2016 года. С особенными танцорами все это время занимается балетмейстер Александр Володин. Для каждого нагрузка подбирается индивидуально, с учетом заболевания и физических возможностей. Александр очень мотивирует своих учеников. Он и сам перенес несколько серьезных болезней. Это пример для подражания для остальных людей, которые дома сидят, ничего не делают, боятся, страх больше играет. А выбрал, потому что захотелось помочь. Ритм танца и плавность движений подчеркивают в начинающих танцорах новые грани характера и физических возможностей. И в общении с другими людьми не так резко, может быть, стараюсь помягче все это разговаривать и как-то какие-то движения делать мягче. Занятия танцами делают для инвалидов доступными новые стороны жизни. Можно построить сколько угодно пандусов и оснастить спецлифтами все здания, но живого общения людям они не заменят. Они встречаются уже не только здесь, они вместе проводят какие-то праздники, то есть они нашли какие-то точки соприкосновения, точки коммуникации. Для нас это очень ценно и радостно. Инклюзивный танцевальный класс мечты не собирается ограничиваться закрытыми тренировками. Его ученики очень тщательно готовятся к выходу на сцену. Танцоры обязательно выступят с отчетным концертом и, может быть, заразят своим примером других одиноких и робких сахалинцев. Красочное панно из хлопковых лоскутов. В Южно-Сахалинске открылась выставка. В экспозицию вошли 43 работы. Мастерицы студии «Лоскутный остров» создавали эти экспонаты в течение года. По задумке все панно рассказывают единые сюжеты, выполненные в одной технике. Выставка будет работать до конца ноября. В пределном проекте я просто осуществила свою мечту. Еще давно, в 1994 году я была на стажировке в Америке. Первый раз я там увидела квилты, увидела вообще покрывала. Мне они очень понравились, произвели у меня больших впечатлений. На самом деле это ремесло, которое имеет глубочайшие корни. И сколько человечества существует, столько существует. Сколько тканей существует, столько существуют и те, кто маленькие кусочки, которые оставались и были ценность, собирали и что-то из них создавали красивое. Первые работы, из которых родилась идея выставки, были созданы в рамках грантового проекта. Благодаря ему студия «Лоскутный остров» вышла на новый уровень. Мастерицы уже готовят следующее событие – модный показ. Сейчас они заняты созданием оригинальной одежды из лоскутов. На льду самые маленькие, но обманываться не стоит. Ребята шустрые и ловкие. Это дебютная игра на льдовом поле в рамках Кубка Арена Сити. В первом матче южно-сахалинцы из команды Арена Мастер 2009 встречают гостей – владивостокских мальчишек из клуба «Адмирал». Так вышло, что приморцы оказались на год старше. Разница в возрасте была видна практически с первого вброса шайбы. Не хватает немножко физики. Физики не хватает. Физических кондиций, силы, скорости. Потому что ребята поменьше, помладше чуть-чуть. Саня, давай, держи шайбу! На перерыв команды ушли с разницей в пять шайб. Наставления тренера южно-сахалинцам помогли, но эффект длился недолго. Игроки растеряли запал. Все, кроме одного. В этой игре больше всего работает воротарь вообще. Ну, по крайней мере, ваш точно этот. Стоходово. Ваш вообще без работы, да? Ну да, скучает. Вон, смотрите, смотрите, что делают. Официальный турнир с участием таких юных хоккеистов на Сахалине проводится впервые. Ребята играют по круговой системе. До Южно-Сахалинска смогли добраться 8-9-летние мальчишки из Хабаровска, Ванина и Владивостока. А наша область была представлена холмчанами и двумя командами «Арины Мастер» из Южно-Сахалинска. Ледовым дружинам второклашек предстоит сыграть почти два десятка игр. Команд немного получается, но и все равно им самим опыт такой пригодится. То есть это хоккей, не всегда выигрывает команда. И это опыт для них все равно где-то колоссальный. Распечатать ворота гостей юным сахалинцам не удалось и к концу второго периода. Зато с началом заключительного стали получаться одиночные проходы на половину поля противника. Всем сахалинцам приветствую. Команда «Адмирала». У вас команда хорошая, но желаем, чтобы у вас еще развивался хоккей. И наши болельщики поддерживают вашу команду. Давайте, спасибо вам за хорошую игру. Видно, что тянутся и сзади. Подтягиваются. Опыт еще пока маловато, да? Маловато, но видно, что у них хороший тренер. И в лотарь он сколько забили, еще не расклеился. И все же характер маленькие сахалинские хоккеисты показали. Правда, под конец игры. Вступившись за нашего голкипера. В ход пошли кулаки, но судьи быстро развели драчунов по скамейкам штофников. Итоговый счет этой встречи далеко не в нашу пользу. 0-11. Впереди у самой юной островной команды еще четыре встречи. С гостями с материка, с холмчанами и с одноклубниками годом. И на этом у меня все. Выпуски программы «Наш день», а также другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok